Дома на готовность к зиме жилинспекция проверяет выборочно. Большинство районов специалисты уже обошли. Нарушений масса. Чаще всего на бумаге написано одно, по факту же совсем другое. Ну как может дом быть готов к холодам на 100%, когда в подъезде выбиты окна? Удивляется главный жилинспектор. Запорная арматура, которая расположена на стояках системы отопления, зачастую находится вообще в неисправном состоянии. То есть имеются следы ржавчины, накипи, вентили отсутствуют. Открывание запорной арматуры не обеспечено. И таким образом, при возникновении даже несущественных аварийных ситуаций, это может затруднить отключение отдельного стояка отопления. То есть придется отключать всю систему отопления дома в целом. Что приведет как к потере ресурсов, так к потере времени. Естественно, все граждане окажутся без услуги по отоплению или по горячему водоснабжению. Хуже всего дела с жилищным фондом Министерства обороны. По словам Сергея Шахрая, управляшка, с которой ведомство заключило контракт, вообще не работает. Ей уже выписали штрафов на 4,5 миллиона рублей. Вот только ситуация пока не изменилась. Фактически работа не проводится. Вот за весь этот год, из того, что я могу сказать, какие работы проведены, на одном доме на саморезы прикрутили кусок шифера. Причем так, что там все протекает, как и протекало. Но это не работа управляющей организации. В этой организации больше, если я ничего не путаю, больше 140 домов. 147 или даже 150 домов управления. Причем дома достаточно большие. Это все военные городки. И, конечно, когда выезжаешь на проверку, на самом деле просто становится страшно. Потому что подвалы по колено затоплены, крыши протекают насквозь по всем этажам, горячей воды нет. И самое главное, люди никак на это не могут повлиять. Они не могут выбрать другую организацию, потому что фонд Министерства обороны, она, естественно, голосует за свою организацию. О том, что жители военных городков могут замерзнуть зимой, проинформировано командование Западного военного округа. В помощь жилинспекции и региональные парламентарии они разрешили органам местного самоуправления контролировать управляшки. Но уведение вступает в силу с 1 января. По факту в органах местного самоуправления на местах будут контролировать и следить за тем, как содержатся жилые помещения, за размером платы за коммунальные услуги, за энергетической эффективностью домов, деятельностью управляющих компаний. Руководители регионального фонда капремонта также попросили управкомпании идти им навстречу. Ведь порой сроки ремонта затягиваются из-за документации, которую неверно оформила обслуживающая доморганизация. О капремонте говорила и замгубернатора. На этой теме перед выборами пытаются пропиариться. На домах, особенно во Владимире и Александре, в крупных городах у нас распространяются призывы отменить капремонт. Хороший призыв, он, конечно, нравится нашим жителям. Одно только плохо, те, кто призывают отменить капремонт, никоим образом не предлагают, а за счет чего наши дома вообще будем мы содержать. То есть альтернативы нет. Подготовка домов к зиме продолжается. В ближайшее время жилинспекция проверит жилищный фонд в Судогодском и Муромском районах. Алексей Дудин, Константин Миронов, 6 канал.